Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я хотела бы рассказать о колл-центрах разных всевозможных, в которых можно найти работу в столь непростое для нас сейчас время. В городе Семей, например, в Казахстане очень много колл-центров предлагает свою работу как для начинающих новичков, так и для тех, кто уже хочет продвинуть свой операторский уровень. Например, посмотрим, как работает колл-центр Смартер Казахстан. Вначале идет действительно описание ситуации, что это не повод оставаться без работы в любое время. На что необходимо обращать внимание? На график работы, на оклад, который предлагает тот или иной центр. Везде, во всех колл-центрах требуется грамотная устная письменная речь. В данном случае потребуется вносить данные о контакте, результатах разговора в базу. И во всех колл-центрах, если это удаленная работа, требуется компьютер, наушники, знание, маломальское знание, быть пользователем, уверенным пользователем интернета и хорошая скорость, чтобы была интернета. Тихое место рабочее, отсутствие проблем с электричеством. И на что мы обращаем внимание? Это на графике работы. В данном случае компания предоставляет возможность работать по графикам 5х2, 2х2 или вечерний. Это хорошее условие. 2х2 означает 12 часов. 2 дня подряд работаешь, 2 дня отдыхаешь. 5х2, скорее всего, 8 часов в день или 6 часов в день. Данной информации здесь не предоставляется. Сколько часов в неделю надо будет отработать. Что можно из условий выделить? Самое главное, что здесь дополнительные бонусы идут. Приводите друга, получаете возможность заработать 10 тысяч тенге за каждого. Стабильные выплаты 2 раза в месяц. Надбавки за стаж 10% в зарплате через полгода, 15% через год. Неплохие условия. И также обучение и помощь от тренера. Бесплатная стоимость интернета в размере 3000 ежемесячно. Хороший бонус, плюшка такая. Корпоративное обучение. Компания Смартер. Чем она будет заниматься? Про зарплату здесь не сказано. Поэтому что-либо такого особенного сказать не предоставляется возможным. Единственное пишет, что здесь реализовывают проекты для Казахтелеком, Билайн, Банка Станы, Теледва, Риф Гоша и так далее. Это означает, что когда есть у всех интернет, и привязка к какому-либо сотовому оператору будет очень непросто продвинуться в данном офисе. Посмотрим консультант колл-центра в Билайн, что предлагают. Сразу смотрим график работы и зарплата. Здесь видно только, что стабильная зарплата, бонусы за особый апгрейд, удобный сменный график, более что-то подробного здесь не описано. То есть информация будет предоставлена по мере требования, по требованию. Контакт, центр. Смотрим сразу 20 тысяч рублей здесь указано. График 5 на 2. И самое главное требование минимум 35 часов в неделю. Это реальное хорошее требование. Если подумать, чем они будут заниматься. Консультация по статусам заказов, доставки, оплате продукта. Скорее всего здесь будет окладная часть. И какие-либо плюс премии. Премия за быстрое обслуживание клиента. И за минимальные какие-либо... Чем меньше ошибок в разговоре совершит оператор, тем меньше штрафов. То есть штрафная система, скорее всего, здесь будет. Ну и какой-то информации на эту тему здесь не предоставлено. Что-то, чего-то определенного сложно сказать. Смотрим дальше. Ваши вакансии оператор колл-центра МЦФР Казахстана. Что предлагает? Здесь очень удобно. Номер телефона предоставлен. Можно сразу все вопросы по WhatsApp решить. Зарплата, окладная часть предоставляется. Правда, пишут 100 тысяч тенге в час. Это, наверное, опечатка, которая привлекает. Согласитесь, уже интересно. Позвоните и узнать. Плюшка такая. Фишка. Действительно, крупная компания, которая работает с бухгалтерами, руководителями предприятий. Работа в офисе. С 9-6-5-дневной рабочей недели. Очень такие хорошие условия. Все государственные праздники отдыхаем. Очень такой бонус, привлекающий к себе задача. Обзвон на значение презентации. И что хорошо, есть оклад. Перспективное направление. Идем дальше. Оператор колл-центра Астана. Смотрим, ищем сразу. 40 часов в неделю. Это 8 часов в день. Если при двух выходных 200 долларов. Это минимальная, скорее всего, 60 тысяч зарплата в месяц. Окладная часть. Консультирование по кредитным картам банка Тинькофф. Непростая, так скажем, вакансия. Вообще с банками работать очень непросто. В период, когда курсы валют скачут. И недовольные клиенты обрывают всю операторскую линию. И очень сложно доказать, что клиент сам, так скажем, лоханулся. Потому что знать все условия, это невозможно просто. И так как здесь основное количество заявок для обработки выпадает с 10 до 9 часов. Остальные часы наличие заявок не гарантируется. Чем это все грозит? Как-то вот не сказано здесь. По окладам необходимо обращаться в сам. Уже интересно позвонить и узнать. Видно, расчет как раз идет на это. Смотрим следующую вакансию. SM Trade. Чем занимается? Информации не сильно много, но она... Видно сразу, рабочий день с 10 до 6. До 18. Официально трудоустройство. Соцпакет, авансирование. Практически это во всех есть колл-центрах. Но вот график работы 6 на 1. Готовы ли вы иметь всего лишь один день на выходные? Решать вам, чем они занимаются? Программы Telecom PBX. Предоставление информации по услугам. Значит, скорее всего, здесь окладная часть есть. И премиальная. За время, которое вы общаетесь, именно с клиентом общаетесь. Чем меньше угодит времени на разговор, тем выше АХТ премия. Смотрим далее. Оператор колл-центра. 2GIS семей. Данная компания делает мобильное приложение под Android. Смотрим сразу график работы с понедельника по пятницу с 9 до 18. Оклад плюс премия. Окладная часть сейчас согласна закону 60 тысяч тенге. 90 тысяч в месяц. Значит, здесь премиальная часть зависит также от скорости обработки информации. Чем занимаются 2GIS семей? Как-то непонятно. Помогает людям жить в городе, выбирать, находить нужные места, товары, услуги, экономить время, деньги, усилия. То есть, скорее всего, предлагают мобильное предложение, продают мобильное приложение под Android или консультируют. Далее, следующая вакансия. ТО, Эйкос. Сразу ищем зарплату и график. И чем занимается работа в CRM-системе? Это несложная система. Везде будет бесплатное обучение. Фиксирование результатов звонков в CRM-системах. Что-то продают. Quick Call. Менеджер по продажам. Очень много информации сразу выделяем для себя, чтобы все это не читать. Графики работы. Но здесь действительно много графиков работы, под которые можно подстроить свой рабочий ритм. 2х2 – это 12 часов. Два дня работаешь и два дня отдыхаешь. 5х2 и 3х3 тоже надо уточнять. Минимальное количество времени, необходимое, чтобы проводить на линии. Там, где большая зарплата – 200-300 тысяч тенге. Это означает, что окладная часть, скорее всего, отсутствует. И, возможно, даже не будет официального оформления. То есть вы должны устроиться как самозанятые. Бесплатное обучение везде присутствует. Два раза в месяц выплаты. Интересная работа, конечно, для начинающих особенно. Необходимо будет уточнять, что продает данный колл-центр. И если окладная часть здесь не указана. Если ее нет, то вы можете и месяц пробыть на линии, и ничего не заработать. Необходимо уточнять. Поликлиника Андромеда. Очень мало информации. Но что нас интересует? 20 тысяч в месяц. Регистрация в МИС. Это означает, что у вас будет окладная часть и премиальная часть. Но так как здесь знания казахского и русского языка, то, скорее всего, аудиторы не будут придираться к словам-паразитам, так скажем. И будет только иметь значение скорость обработки звонка, записывать на запись к врачам, консультировать по каким-либо анализам, по графику посещения офиса, срок и выполнения, по подготовке. Очень интересная работа. Здесь уже не зависит от тебя. Ты ничего не продаешь. Окладная часть уже будет зафиксирована. Минус налоги, конечно. Здесь так, в принципе, и пишут. Зарплата, фиксированный оклад. То есть здесь даже премиальной части нет. Хотя сейчас премиальная часть, конечно, она тоже имеет значение. Но тоже для новичков и для тех, кто не хочет никому ничего навязывать, продавать. Неплохая работа. Если сравнивать, например, с оператором колл-центра Beeline, очень непростая работа, учитывая, что все уже задействованы в какой-либо системе. У всех есть сотовые телефоны, привязка к операторам, у всех есть интернет. И доказать, что вы лучшие, ваша компания лучшая, это будет очень непросто. И здесь, скорее всего, работа будет с уклоном обслуживания. У кого-то связь пропала, у кого-то что-то еще, какие-то проблемы. И здесь знание русского и казахского языка. Что это означает? Что особых таких требований к оператору не будет. Потому что очень мало людей, которые знают и казахский, и русский язык на должном уровне. Смотрим дальше. Skyeng. Это продажи курсов английского языка. Здесь загруженность. Такой момент интересный. 4 или 8 часов в день. То есть, или 20, или 40 часов в неделю. 50% скидка на изучение английского языка. То есть, такая плюшка очень интересная. Кому-то будет привлекательный такой момент. Но здесь уже надо продавать. 20 тысяч в месяц. Не указано, что есть ли оклад. Скорее всего, есть. Да, фиксированная часть. Есть. Смотрим дальше. Оператор колл-центра новая. Нам сразу становится интересно, чем они, во-первых, занимаются, что они продают. Здесь не указано. Хорошо. Тогда заработная плата от 80 тысяч. Тенге. График. Вот график 6 на 1. Лично для меня он не нравится. Лучше 2 выходных иметь. А вообще, самое лучшее, где-то в каком-то колл-центре 20 часов в неделю. Так это 4 часа в день отработал. 5 дней выходных. Но там оклада нет. Но тоже для кого-то. Все равно же что-то вы продадите. Кого-то это устроит. Но там надо быть самозанятым. Лидер групп. Чем они занимаются сразу. Смотрим. Теплый обзвон. Сейчас у всех идет он практически. Опыт активных продаж. Вот здесь нужно продавать. График работы 5 на 1. 2 по смене. Сразу читайте, как 12 часов. Очень тяжело в наушниках просидеть 12 часов. Клиентам, которые звонят. Таким операторам, которые сидят по 12 часов в день. Немножко, конечно, надо быть такими лояльными. И ставить задачи перед оператором. Конкретные. А не так, что вы знаете, я позвонил. Сам не знаю конкретно вопрос. Не могу задать. Сам не знаю, чего я хочу. И оператор, который ограниченный по времени. И должен быть лояльным, вежливым, мягким. Он сам не знает. Если вы не знаете, откуда же оператор будет знать, чего вам надо. Ну, здесь вот минимально 65 тысяч в деньге и до 135 тысяч. Чем они занимаются? Здесь, скорее всего, не из дома, а из офиса. Не указано, чем они занимаются. Здесь уже оформление заказов интернет-магазинов на территории России и страны СНГ. Здесь уже поинтереснее работа. Но, скорее всего, многие операторы должны предлагать не только те товары, на которые вышел клиент, а и какие-то еще дополнительные услуги. И немножко нервная работа, скорее всего. Когда клиент говорит, ой, ничего мне не надо, давайте по факту оператор должен озвучить все пункты. Здесь, что мы видим, по графику 5 на 2 уже хорошо. Но то, что с 9 до 12, 19, это уже не очень хорошо. Много часов в день надо будет проводить. Но о том, что зарплату ты можешь сам себе сделать, это уже, конечно, привлекает. Но, судя по вакансии, здесь работа не из дома, из офиса. То есть дружный коллектив. Еще одна вакансия Амира BLN. 200 тысяч в месяц. Интересно. Медицинские услуги, аппаратная косметология, центр красоты. Здесь уже идет продажа, скорее всего, с 10 до 18. Один выходной уже не очень такой привлекательный. Обзвон, оповещение, регистрация. Но тоже имеет право быть. Ну, вот вкратце я рассказала это о вакансиях колл-центра в городе Семей. Вы можете, например, если Россия введете, у вас выйдут именно операторы, которые могут работать из Казахстана в российских колл-центрах. Но здесь надо именно подбирать каждую вакансию, также смотреть условия работы и есть ли возможность из Казахстана работать. Вот, например, тот же Тинькофф, они из Казахстана также набирают операторов. Но надо учитывать, что работа с банками очень непростая. Изменится курс валют, и все. На плечи оператора ляжет такой очень тяжелый нож от донести до пользователя, до клиента, почему у него счета в минусе. А это сейчас происходит сплошь и рядом из-за разницы курса валют. Для молодежи сейчас такое золотое время. Можно именно через колл-центры научиться правильно говорить, правильно мыслить, работать с программами. Кто-то всю жизнь работает оператором. Уже привычка идет. Не может уже без этой работы. В Яндексе очень непросто работать. Очень много заказов. Там, где очень много заказов, с одной стороны, есть шансы хорошую зарплату получить, но надо быть готовым долго сидеть на линии в наушниках. Через какое-то время может и голова даже болеть. Поэтому это работа для молодых в основном, конечно. Поэтому во многих колл-центрах есть ограничения по возрасту. В основном до 55 лет берут на работу. Вот в российском, видите, смартер он есть и в Казахстане, и в России везде. Но здесь работа уже с интернетом, с сотовыми операторами. На то он и смартер. И также вы можете, например, выбрать какой-либо колл-центр. Например, какой попробовать? Например, настоящая гарантия, чтобы название было. И, например, отзывы. Почитать. Какие же отзывы? Идут по какому-либо колл-центру. Но здесь мебельная фабрика вышла настоящая гарантия. Это не про колл-центр. А именно надо поискать какой-либо колл-центр. Например, МЦФР. Что нам выдаст поисковик? МЦФР. В отзывы. Сотрудников компании. Не имеет значения. Здесь или Россия, или Казахстан. Зарплату никогда не задерживает. Премии вовремя. Отличная компания. И все инструменты для работы. И вы должны также учитывать. Бывает же не только положительные и отрицательные отзывы. Здесь вот пятерки. В основном пятерки. Но здесь вот только рядом есть один парк. Кто-то вот написал. Опять же здесь надо учитывать, что есть люди, которые не хотят на самом деле что-то писать. Но обиделись. И у них вот такие отзывы. И поэтому должны ориентироваться все-таки. Каких отзывов больше? Плохих или хороших? Но вот здесь вот смотрю. В основном пятерки, звездочки, четверки встречаются. Вот один, только два, три. И больше все-таки пятерок. То есть больше всего хороших отзывов. Тоже надо учитывать. В принципе, пара дней можно всегда себе работу найти. Везде есть свои плюсы и минусы. У каждого человека свои характеры. Поэтому каждый колл-центр именно под себя своих операторов ищет. Кому-то нравится говорить. Кому-то нравится наоборот больше печатать. Есть же колл-центры, которые именно работают в чатах. Вообще говорить не надо. Поэтому надо все эти нюансы учитывать. и добудет всем счастье, как говорится. Мне будет очень приятно, если я помогу определиться в выборе работы. и большое спасибо за просмотр. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok